Как я уже сказал, с Григорием Соломоновичем фактически был на самом деле единый доклад, то есть он должен был какую-то сделать первую часть, преамбулу своеобразную, а я уже должен был говорить в большей степени о лучевой терапии, но поскольку его нету, то я немножко расширил объем своего выступления, и оно будет посвящено использованию определения пути лимфооттока. Еще не загрузился, да? Мое сообщение будет посвящено попытке использования, или, так сказать, изучению использования визуализации пути лимфооттока на образовании у больных раком языка для оптимизации полей облучения. В целом скажу, что это, конечно, пока что такой исследовательский протокол. В большей степени мы набираем материал для того, чтобы прийти к каким-то заключениям. В целом вообще известно, что мы давно занимаемся этой тематикой. С начала 2000-х годов мы начали изучать возможность использования и определения индивидуальных путей лимфооттока у больных с злокачественными новообразованиями для оптимизации полей облучения, в первую очередь региональных лимфоузлов, естественно. Это нашло воплощение уже клиническое у больных раком молочной железы. И мы изучаем это у пациентов с злокачественными образованиями других локализаций. Но опухоли языка и опухоли головы и шеи, конечно, представляются, наверное, наиболее интересными в этом направлении, потому что здесь, безусловно, объем очень серьезно связан с токсичностью. И в целом, с одной стороны, мы можем сказать, что, к сожалению большому, классические методы диагностики, инструментальной диагностики, они не позволяют нам достаточно надежно судить о состоянии, о статусе региональных лимфоузлов, и поэтому мы не можем их использовать для определения топографии радиационных полей. Поскольку и чувствительность, ну, в первую очередь, чувствительность, и специфичность не очень высокая, чувствительность просто низкая. И в этой ситуации, конечно, так называемое профилактическое облучение региональных лимфоузлов, оно, с одной стороны, играет огромное значение, занимает важную роль, играет важную роль и занимает большое место в лечении этой категории больных, но оно ассоциируется с довольно высокой токсичностью. Вместе с тем мы знаем, что такой распространенный метод, на сегодняшний день диагностический метод, как биопсия сигнальных лимфоузлов, он в том числе нашел определенное место и при стадировании, и определении степени распространенности процесса у больных злокачественными новообразованиями головы и шеи. Но вот это любопытное, очень проспективное многоцентровое исследование Соединенных Штатов Америки, где было показано, что частота ложно-отрицательных заключений при проведении биопсии сигнальных лимфоузлов чрезвычайно невысокая и нас полностью устраивает. Поскольку на территории Российской Федерации и в Европе более распространены радиоколлоиды, то это тоже большое проспективное исследование многоцентровое, где тоже было показано, что при использовании радиоколлоидов биопсии сигнальных лимфоузлов является эффективным диагностическим методом. В принципе, это дает нам в определенной степени предположить, но это спекуляция, безусловно, что вообще визуализация путей лимфотока и визуализация сигнальных лимфоузлов, она позволяет нам составить представление о том, какая последовательность поражения региональных лимфоузлов будет у того или иного больного и визуализация этих лимфоузлов может быть полезна для определения оптимальных полей облучения. Это только гипотеза, и мы попытались ее проанализировать, проверить и проанализировать, так ли это действительно на самом деле. Этот процесс на сегодняшний день продолжается. Что мы на сегодняшний день имеем? Во-первых, мы посмотрели у 36 больных раком языка, каковы пути лимфотока. Являются ли они разнообразными, являются ли они более или менее стандартными, насколько серьезно они отличаются от тех стандартов облучения региональных лимфоузлов, которые на сегодняшний день существуют и которые принят в повседневной клинической практике. Ну и кроме того, у этих больных выполнялась лимфодиссекция. У всех на следующем этапе, и уже получая морфологический материал, мы могли сопоставить, насколько все-таки топография сигнальных лимфоузлов и лимфоузлов, накапливающих радиоколлоиды, а в значительной степени у больных раком с злокачественными образованиями головы и шеи, это в общем одно и то же, потому что сигнальные лимфоузлы могут безусловно определяться как первые на пути лимфотока, те, которые появляются первыми, те, которые связаны с дорожкой, с местом введения. Но у пациентов с злокачественными новообразованиями головы и шеи на сегодняшний день все-таки принято считать сигнальными лимфоузлами все те лимфоузлы, которые накапливают радиоколлоиды, а есть концепции, еще более широко рассматривающие этот вопрос, когда сигнальными лимфоузлами рассматриваются, в качестве сигнальных лимфоузлов рассматриваются все те лимфоузлы, которые накапливают радиоколлоиды, и все лимфоузлы расположены на этих же уровнях. Но если посмотреть, методика визуализации была достаточно стандартной, опухоль языка обкалывалась в 4 точках на 12, 3, 6 и 9 часов, через 2 часа и больше выполнялось АФКТ-исследование в положении на спине, естественно, это параметры исследования, и она позволяла, с одной стороны, определить наличие монолатерального или билатерального лимфоотока, что имеет огромное значение с точки зрения определения топографии радиационных полей, потому что объемы очень серьезно различаются, и, с другой стороны, она, конечно, позволяла нам определять уровни локализации сигнальных лимфоузлов, лимфоузлов, накапливающих радиоколлоиды. Ну, надо сказать, что двусторонний лимфооток в нашем случае определялся достаточно часто, 60% случаев, это несколько чаще, чем у других исследователей, которые выполняли визуализацию пути лимфоотока, может быть, это связано с тем, что у нас было достаточно много централизованных новообразований. Мы обратили внимание, и это было очень интересно, что чаще всего двусторонний лимфооток наблюдался в том случае, если расстояние до средней борозды было меньше 4 мм. В принципе, это логично, но мы имеем теперь уже какой-то ориентир более-менее определенный с точки зрения возможности прогнозирования монобилатерального лимфоотока. Односторонний лимфооток определялся в 40% случаев, в 42% случаев, и в большинстве случаев в этой ситуации расстояние до средней линии было меньше 4 мм, что тоже было логично, но это интересное очень наблюдение, которое может быть использовано в будущем. Если говорить о топографии самих сигнальных лимфоузлов, была определенная группа, достаточно большая, практически пятая часть больных, у которых лимфооток определялся только в лимфоузлы 1-2 уровня, и, как правило, в этом случае мы видели монолатеральный лимфооток. Обычно это были латерализованные небольшие новообразования, и это, конечно, с точки зрения возможного влияния на топографию радиационных полей наиболее, наверное, интересная группа. Кроме того, мы видели, что у значительного количества больных, если не сказать у большинства, определялся лимфооток в лимфоузлы 1-2 и 3 уровня, и у многих из них лимфооток был билатеральный. Ну и, наконец, широкая топография лимфоотока была относительно небольшого количества больных, примерно шестая часть, и чаще всего этот лимфооток носил билатеральный характер. Если говорить о том, насколько серьезно могут повлиять эти данные, пока что еще раз говорю, это не предложение, это просто гипотеза, что будет, если мы будем формировать радиационные поля в соответствии с топографией сигнальных лимфоузлов. Но вот если у нас имеется монолатеральный лимфооток в лимфоузлы 1-2 уровня, мы просто смоделировали стандартное облучение, билатеральное, и облучение то, которое соответствовало топографии сигнальных лимфоузлов. Вы видите, что в этом случае серьезно снижается, самое главное, очень серьезно снижается доза на околоушную железу, а это, безусловно, имеет большое значение, потому что это функция в будущем. Ну и, конечно, снижается интегральная доза, что тоже важно, но, может быть, даже не в такой степени. Снижается доза на спинной мозг, но это тоже как бы приятное дополнение, я бы так, наверное, это назвал. Если посмотреть ситуацию, когда имеется монолатеральный лимфооток, но более широкая уже топография сигнальных лимфоузлов, даже в этом случае, когда мы билатеральное облучение или облучение с двух сторон заменяем облучением лимфоузлов только с одной стороны, вы видите, что у нас тоже серьезно очень снижается и объем облучения, и тоже снижается доза на околоушную железу, что, наверное, является самой главной нашей целью. Ну и, наконец, в ситуации, когда у нас имеется билатеральный отток, даже если со второй стороны он ограничен первым-вторым уровнем, у нас все равно получается, что доза интегральная, там, или объем облучения, он довольно ощутимо уменьшается, но, к сожалению, большому уже мы околоушную железу здесь в таком объеме пощадить не в состоянии. Что мы имеем на сегодняшний день по данным гистологического исследования? Я бы сказал, что, наверное, самая важная находка, которая у нас есть, мы определяли чувствительность, так скажем, мы определяли корреляцию между топографией сигнальных лимфоузлов и соответствием этой топографии поражения, с одной стороны, теми данными, которые нам давало морфологическое исследование о топографии пораженных лимфоузлов, их стороне и их уровню, и, конечно, мы наблюдали как минимум полтора года за этими больными для того, чтобы понять, где будут рецидивы. Но вот самая важная находка, наверное, на сегодняшний день заключается в том, что у больных с монолатеральным оттоком мы не видели поражение лимфоузлов с контрлатеральной стороны, и мы не видели рецидивов с другой стороны. И на сегодняшний день это дает нам возможность очень осторожно, но уже говорить о том, что, возможно, у больных с монолатеральным лимфотоком мы можем уменьшить объемы облучения до монолатеральной лучевой терапии. И это, наверное, самое главное. В принципе, на этом даже, наверное, можно было бы с точки зрения вот на сегодняшний день анализа тех данных, которые мы получаем, остановиться. Но я бы хотел сказать, что всё-таки надо отметить, что не во всех случаях выполнялась билатеральная лимфоденоктомия. Я бы сказал так, не в одном, по-моему, в одном случае выполнялась только билатеральная лимфоденоктомия. Но лимфоденоктомия на стороне поражения была достаточно широкая, если так можно выразиться. Но вот надо сказать, что топография сигнальных лимфоузлов, если их определять по тем лимфоузлам, которые в первую очередь визуализируются, которые ближе всего к месту введения, которые наиболее активно накапливают радиофармпрепарат, то я могу сказать, что, наверное, мы не можем рассматривать эти лимфоузлы как достаточными с точки зрения объёма облучения. Потому что, с одной стороны, мы видели нередко поражение дистальнее от этого уровня, и с другой стороны, мы видели дистальные рецидивы. Поэтому в этом отношении, конечно, наверное, если говорить о перспективах клинического использования вот этой технологии, то в первую очередь она, конечно, наверное, должна использоваться для определения монолатерального и билатерального облучения лимфоузлов. А когда мы принимаем решение о монолатеральном облучении, я бы всё-таки рекомендовал облучать все уровни, по крайней мере, на сегодняшний день. Когда мы закончим набор пациентов, может быть, наши рекомендации будут более конкретными. Ну и если говорить о выводах, то, конечно, первый вывод, действительно отмечается очень существенная вариабельность лимфотока. И это важный факт, и мы должны понимать, что у каждого больного лимфоток, он свой, если так можно выразиться. С другой стороны, мы, безусловно, должны сказать о том, что определение индивидуальной топографии лимфотока, по крайней мере, имеет большое значение для наших размышлений об объёме облучения у этих больных. И есть основания предполагать, что, возможно, переход к монолатеральному облучению у тех пациентов, у которых мы видим монолатеральный лимфоток, будет эффективным и безопасным. Спасибо за внимание. Так, будьте добры, можем задать два-три вопроса. Огромное спасибо за доклад, он очень интересный, очень важный для нас, Ветлова Елена Ремена из Института нейрохирургии Борденко. Скажите, пожалуйста, как часто вы видели подбородочные лимфоузлы в своём исследовании? Потому что мы знаем, что гипотетически рак языка часто даёт метастазы в подбородочные лимфоузлы, но это ещё одна проблема для некрозы нижней челюсти. Ну, это очень хороший вопрос. Мы видели не так часто лимфоток подбородочные лимфоузлы, примерно, если я не ошибусь, у 4-5 больных из всей группы. То есть это, ну, по процентам получается, наверное, порядка 15%. Но я скажу вам откровенно, что когда мы рассматривали различные варианты, и поначалу у нас гипотеза была более смелой, мы предполагали облучать только те уровни, где накапливается радиоколлоид, мы это не осуществляем в рутинной практике на сегодняшний день. Но концепция была такая, и поэтому мы очень внимательно отсматривали топографию удалённых лимфоузлов при хирургическом вмешательстве. Они все очень тщательно раскладывались по уровням. Но для себя мы всё равно решали о том, что даже если есть лимфоток только во второй уровень, ну, чаще всего это 2А, мы первый уровень всё равно рассматривали как обязательный для облучения. Хотя, может быть, это будет и не так. И мы посмотрим дальше, если мы увидим, что поражение, что если нет оттока, нет поражения, то, возможно, это будет в будущем каким-то поводом для попытки исключить эту область из зоны облучения. Но я к этому чрезвычайно осторожно на сегодняшний день отношусь. Ещё один вопрос, извините, пожалуйста, аудитория. А возможно ли, что эта методика будет использоваться для ротоглотки? Для? Ротоглотки. Ротоглотки, носоглотки, вот этих локализаций. Ну, мы набираем… Ответь можно очень коротко – да. Потому что вот амстердамская группа, она использует уже сегодня, они проводят рандомизированные исследования, мы как-то параллельно так пошли этим путём, и они используют это при различных локализациях. Мы… у нас есть полость… опухоли дна полости рта, у нас есть такие больные, их немного, но мы сконцентрировались на языке, потому что, с одной стороны, достаточно большое количество больных, и нам было проще всё-таки выбрать какую-то одну локализацию. Но в целом, я думаю, что это можно будет использовать и при других локализациях, и носоглотка тоже очень интересная. Но там ещё надо вводить препарат, то есть там нужно, чтобы были лоры. Я спрашиваю, как это… У нас бы не было лоров, поэтому в этом проблема. Спасибо большое.